Разработчики тайно изменили Берилл. Они улучшили ему отдачу и теперь это отличный конкурент для топовой эмки. Но почему же они нам этого не рассказали? А вот сейчас разберемся на примере профессионального игрока с ником Fates. Обязательно досмотрите это видео до конца, там будет супер нереальный клатч в последней зоне с тем же самым Бериллом с бешеными зажимами. Ну и давайте договоримся так. Если вам нравится Fates и вы хотите больше видосов именно с такой жесткой, скилловой, киберспортивной составляющей и мега скиллом, как только это видео набирает 2000 лайков, я сразу же делаю еще одну часть про него. С вас лайк, с меня контент, а мы погнали после небольшой рекомендации. Спонсором ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку и там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю удачи и, конечно же, только побед. Как же разработчики PUBG Mobile любят добавлять изменения, о которых они не рассказывают? И сегодня мы узнаем одно из довольно-таки важных и интересных от игрока Сникам Фейтс. Человека, который знает об этой игре все, максимально хорошо отыгрывает и является профессиональным PUBG Mobile. Так вот, что за изменения? Это улучшение отдачи на бериле, на M762. То есть, отдача стала на 9% меньше, как заявляет сам Фейтс. Очевидно, это очень хороший баф оружия, поскольку с него стало стрелять легче. А урон, скорострельность и остальные показатели остались такими же. То есть, ты сможешь лучше зажимать, лучше перестреливать врага, контролировать, трекать и так далее. Это круто? Безусловно. Это очень круто. Наверное, кто-нибудь скажет, что 9% это не так уж и много. На самом деле, наверное, отчасти это будет правдой. И прикол в том, что, может быть, даже поначалу вы этого даже не заметите. Но, если вы будете пробовать зажимать вот на такое расстояние, то вот как-то вы заметите, что легче летит. Вот как будто бы, вот как будто бы само. Как будто бы просто вот вы раньше стреляли с берила. И вот сейчас, и оно просто лучше залетает. Вот это те самые 9%. Вот они чуть-чуть улучшают ситуацию. Да, Берил вряд ли станет какой-то имбой после таких изменений. Но, тем не менее, его стоит брать. Стоит попробовать с ним отыгрывать. Потому что, в принципе, вообще, игроки PUBG Mobile достаточно однобоки. И все гоняют плюс-минус с двумя-тремя девайсами, которые они любят и к которым они привыкли. Те же самые М416. Но мы не берем какие-нибудь дроповские ганы. А уже с каким-то АКМом или тем же самым Берилом играют намного меньше. Хотя, эти оружия очень часто перестреливают. Ту же самую ТОП-Мку. Что мы неоднократно видели на игроках, которые берут мировые рекорды. Например, тот же самый Зенос. Очень часто отыгрывает с АКМом. И несколько его лучших каток, которые были сделаны на 40 плюс фрагов. Выполнены как раз таки с этим оружием. А Берил, по идее, должен быть сейчас еще сильнее. Но давайте посмотрим. Поскольку на канале довольно немало новых людей, я немножечко расскажу, кто же вот это. Что же это за фейт такой. Это игрок, который имеет довольно немало неплохих титулов. Он был в топ-рейтинге Азии. Он был в топ-100 самых агрессивных игроков по количеству убийств. Тоже, короче, часто занимает верхние страницы различных рейтингов. И помимо этого он периодически играет на профессиональной и полупрофессиональной сцене. В команде он какой-то не состоит. Но часто где-то кого-то может подменяет. Или просто играет некоторые праки. Праки это когда просто игроки собираются между собой и играют некоторое такое лобби на киберспортивный манер. То есть это нечто, что на уровень выше паблика для тех, кто хочет пробиться в киберспорт. И кто хочет вот подобным образом практиковаться. Праки от слова practice. Если кто не догадался. Давайте немножечко посмотрим по игровым качествам фейца. Мы видим большое количество кнопок в секунду. То есть цпм более чем серьезный. И очень хорошие движения. Очень четкий контроль того, что происходит. Вы скажете, у него немного фрагов. А да. Но вот как раз много игр сделано. Либо на праках. Но в последнее время я не видел. Что-то он видосы не вставляет. Либо на каких-то таких хороших высоких рангах. Он принципиально не играет на низких званиях. Ему не интересно убивать соперников, которые не могут ему дать какого-то сопротивления. Ну и помимо этого он как бы не прогрейсер. Он играет именно больше так по киберспортивному. Ему позиция важнее. И правильный отыгрыш в принципе. Тоже. Ну вот это если так коротко. Еще важный аспект, что он не так часто играет новые режимы. И вообще в принципе за счет того, что в киберспорте нет всех вот этих вот ивентов, приколов. Он их не особо часто котирует и мало использует те же самые новые фишки в виде порталов и прочего. Вы знаете, что обычно я говорю так не делать. Поскольку ты теряешь огромнейшее количество ресурсов. Но тоже нужно понимать, что у каждого свои цели. Человек двигается более в киберспортивный направляющий. Поэтому ему это в принципе не нужно. Ему незачем учиться нажимать кнопки порталов супер быстро. Потому что уже через полтора-два месяца этого все равно не будет. И у него нет цели уничтожить паблик. Но при этом ему все равно нужно практиковаться в игре. Практиковаться в движениях, в стрельбе. Праки есть не всегда. И так или иначе на паблик он заходит, чтобы как-то постреляться, поиграть с соперниками. А если же вы конечно же хотите делать много фрагов на паблике. Разматывать пацанов. И брать пример с рекордсменов, за которыми мы здесь обычно наблюдаем. То очевидно все вот эти вот новые фишки нужно освоить. Нужно понять и научиться правильно применять. То есть все зависит от целей и каких-то их способов достижения. Пока что не самый приятный вариант то, что опустился вниз. Да, я думаю, что у фейца не возникнет каких-либо проблем. Хорошо очень вышел на кроссфаер. Посмотрите, соперники обходили его с разных углов. Но успел проконтролировать жесткими выпадами. Ну и вот то, что я говорил. Соперники здесь далеко не васильные. И они могут. Они могут что-то показать. Благо, есть тиммейт, который, если что, подспасет. Интересно, это он сделал вид, что спрыгивает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Последней пулей залетела. Немножечко не пошел спрей. О, привет, друг. Ну что же, пока очень хорошо идет в направлении уничтожения этого сквада. Парни разрезались. А, нет, они не успели. Ой-ой-ой, братан, на что ты тратил время в таких количествах? Опасно выбежал. Так, значит, скоро в этом ролике еще чуть-чуть подождать надо. И будет жесткий зажим с М762. Ну что же, давай смотреть. Хорошо. Вот это прям трекинг профессионала только что был. Забирает зеленого чела. Кстати, очень крутой скин. Мне прям он супер нравится. Вот этот скин Хромакея. Скин Мариарти. Нет. Давай еще раз. Интересно, почему патроны не залетали в портал. Там, видимо, чуть-чуть пикселя не хватило. Так, вот он он, Берил. Вот он он, 4Х. Вот они, 250 метров. И вот он он, супер жесткий спрей. У-вау. Вот это прям было сильно. Вот это реально мощно. Просто уничтожает. Нет, посмотри, намного легче, чем раньше, пишет Фейтс. То есть на 350 метров сейчас можно довольно-таки качественно спрейт с Берила. Прикиньте, как там у чуваков вообще крышу снесло только что. По-любому репорт из-за читерства полетели. 100%. Довольно жестенько так накидал. Здорово. Сюда же. Опа. Легенькая прогревочка, пропрыжечка. Ой, хорошо. Как он размансил портал. Как красиво вообще на одном ХП. Ну, на одном попадании. Вот он он, профессионализм. Еще один неплохой спрейс Берила. Пока, 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 враг. Было написано. Ну, давай. Уехал. Какой вежливый Фейтс. Такой. Пока. Ой, жестко. Ох. Ох. Аж сердечко ёкнуло. Валюдол неси. Прямо. Я уже вижу, как они разворачивались и давали по щам, но они не успели. Ну, вот это было страшно. Минут. Хе. Прикольный никнейм у Фейтса. Целый склад пишет вверху. Ну, окей. О. Посмотри, какой хороший был мув с пропрыгом через окно. То есть он, типа, пушит вот эту дверь. Но при этом, если что-то пойдет не так, то... Ой, флешечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну это... Гений за работой. Тут без базара. Забайтил на гранатку. Хорошо. Ай, третий. Я тоже думал, что они сплит 2-2. То есть, что еще второй тоже слева. Хорошо. Вот он он. Вот он он один в четыре. Ненавижу сквады, которые играют, как эти парни. А что они такого плохого сделали? Подушили или что? Нормально, чувак, расслабился. Такой, слышь. А че? А че? Я потанцевать не могу? Че, мне потанцевать нельзя? Че, мне потанцевать нельзя? Хотя вы, наверное, не знаете этого мема. Если есть тот, кто понял отсылку, то поздравляю. Вам можно получать пенсионные льготы. Тот же чувак танцует опять. Нравится ему танцевать. Что ты? Чисто по кайфу. Что вот это? Не все же в игру заходят. Пакете разматывать. Правильно? Чувак, ну потанцевать хотел. Так, вот говорит, финалочка с Берилом. Поехали. Брата, мне кажется, у тебя там что-то порвало. Зашло в голову, вылезло из задницы, нет? Легенький такой прострельщик. Опача. Сюда. Хорош! Что это вообще такое? Что это за зажимы в головку? Так. Единственный минус видосов с фейтем, очка нет. Но это ладно. Передохнем сегодня. Что-то там и тачка горит, и хедшоты, и вообще парень, походу, не жилец. А, этот чувак отлетел, выйдя из машины. Понял. Там какой-то замес. Доедает. Хорошо. Объединился, получается, с соперником. Ну и один в два. Так, давай. По второму есть инфа или нет? Мы не знаем. Тут склейка была. Хорош. Довольно ровненько идет. И второго туда же. Вот он, он за камнем. Гранаты есть, только смоки, блин. Ха. Чувак сковородку кидает. Так у него зона. А у фейца, похоже, ее не будет. Или нет? Нет, нет, нет. У него лучше. Ой-ой-ой. Как же зарешал круг. Ну, посмотрите, как он сильно настреливает. Сейчас только аккуратно распикивать. А как вы поднялись, пацаны? Как ты им дал подняться? А не важно. Топ-1. Блин, это жестко. Ранг АС на Азии. Это только старт сезона написал. Ну да, ждем, ждем АС-мастера. Надеюсь, друзья, видос вам понравился. Спасибо за просмотр. Удачи. Всего наилучшего. Увидимся завтра. Ведь видосы каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok